Приветствую, уважаемые! Ну что же, сегодня мы продолжаем с вами разговор про звук и посмотрим мы на наушники AKG 545. Понимаю, моделька не то чтобы очень свежая, но тем не менее актуальности своей не потерявшая. Давайте же посмотрим, стоит ли на неё обращать своё внимание. Поехали! Ну так как контора AKG более серьёзно воспринимается, нежели контора JBL, поэтому и дизайн у продукции будет более серьёзным, более строгим, более выдержанным, если хотите. Да, такой немножко даже брутальный, немного агрессивный, есть больше каких-то таких вот ломаных линий в корпусе. Чашки, если мы их развернём, они не имеют каких-то дополнительных дизайнерских изысков. Единственное, что их оживляет, это такие вот две металлические крашеные накладки. Чашки, кстати, не складываются внутрь, то есть вот так вот их невозможно сложить, только развернуть. Раздвиганию оголовья, в принципе, на большинство голов оно всё налезает и налезает без особых на то проблем. Значит, у оголовья сверху мягкая подушечка, здесь кожзам. Она не очень большой толщины, тут, конечно, на любителя, но тем не менее. Сидят они, ну, я не могу сказать, что совсем плотные, не могу сказать, что совсем свободно. По мне, в самый раз с небольшим уходом чуть-чуть в слабину, скажем так. Всё остальное, ну, только такая степень свободы, поворот самих чашечек. Всё. Из разъёмов только вход для 2,5 мм джека. И вот два кабеля. Один кабель, соответственно, 3,5 на 2,5 и одна всего кнопка. А здесь 3,5 на 2,5 и вот такой вот пульт с тремя кнопками. Громкость выше, громкость ниже и кнопка. Вот так вот выглядят уши спереди и вот так вот будут выглядеть уши сбоку, соответственно. По посадке. Посадка немножко необычная, она кажется излишне свободной, они немножко болтаются на голове. Ухо само у меня помещается вот в эту вот часть полностью и это создаёт несколько необычное ощущение. Кажется, ну, хотелось бы чуть-чуть поплотнее посадку эту самую. По звуку. Значит, звук здесь тоже необычный. Он кажется как будто открытым, какой-то прозрачный, какой-то более лёгкий, нежели ожидаешь от закрытых наушников. А это именно закрытого типа наушники. По поводу характера звучания. Да, конечно, здесь есть в АЧХ вилка. Она небольшая, но низкие частоты и верхние частоты также приподняты. Низкие частоты здесь мягкие, такие обволакивающие. Там есть определённая динамика, там есть определённая скорость. Я не могу сказать, что это лучшая скорость, которую я слышал на рынке. Нет, далеко это не так. Она мягкая, она деликатная. Ну, примерно как и было всегда у АКГ. Если вы послушаете, там и более старые модельки. Они вот какие-то такие более обволакивающие звуком, нежели вот лупящие мощно. Верх. Верха немного многовато. Я не могу сказать, что его везде много, но всё равно вот он раздражает. Он такой немножко сепелявый, какой-то такой вот рисковатый. Как-то вылезает не там, где он нужен и там, где его хотелось бы слышать больше. Так что долго слушать у меня их не получилось. Хотелось снять, потому что начали просто подбешивать вот этим самым высокочастотным каким-то моментом. Если говорить про применение этого к инструментам, да, вот там, например, скрипки какие-нибудь, они будут излишне какие-то вот пластиковые, излишне сухие, излишне агрессивные. То есть вы не услышите звука дерева, вот этого вот богатства спектра, его не будет. Ну и, соответственно, внизу из-за большей мягкости, большей деликатности, вы тоже не услышите мощной подачи, мощного панча какого-то. Он будет, но недостаточным для, например, тяжелого рока, какого-нибудь трэш-металла и так далее. Вы не услышите вот этого разделения битов. Оно будет немножко смазано. Серединка, серединка неплохая, так как верх и низ подняты не очень сильно, поэтому она, в принципе, неплохо читается. Я не могу сказать, что здесь гигантская сцена, здесь не супер-пупер огромный зал, то есть вы не приходите там в шикарные какие-то там вот пространства. Да, это небольшой, может быть, даже камерный такой зальчик, но, тем не менее, это не очень узко, это не комната, как минимум. Поэтому тоже не могу как-то придраться. В общем, ушки неплохие, но с некоторыми оговорками. Вам стоит послушать, вам стоит обязательно посмотреть на любимых композициях, на вашем материале, на вашем плеере. Потому что есть особенности, которые лично меня бы от этой покупки, может, отговорили. Именно, в частности, высокочастотной составляющей. Мне много, кому-то, может, и нормально. Все зависит от ваших личных ушей. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.